Это программа ОМСК здесь, и мы продолжаем. Чем теплее на улице, тем больше и быстрее хочется в отпуск. В этом году туроператоры пошли навстречу клиентам, открыли раннее бронирование на месяц раньше. Вот только куда лететь? С одной стороны, заманчивые предложения от турагентств, с другой — сообщения о терактах и вооруженных конфликтах. Моя коллега Ольга Качкурова попыталась разобраться, куда можно лететь смело и во сколько это обойдется. Турция может оказаться главным разочарованием туристического сезона. На турецкий берег агентства делали ставки в этом году. Туры в страну стали лидером продаж. Все дело в цене — 10 дней для двоих взрослых от 70 тысяч рублей. И вот когда, по данным туроператоров, каникулы в Турции оплатили уже сотни тысяч россиян, Росавиация предупредила авиакомпании о возможной приостановке полетов в чартерных рейсах. Причина — неспокойная внутриполитическая ситуация в стране. В этом случае туроператоры обещают пересадить своих клиентов на регулярные рейсы. Отдохнуть по системе «Все включено» можно, к примеру, и в Болгарии. Цены те же, что и в Турции. От 70 тысяч для двоих взрослых на 10 дней. Но учтите, пляжи в Болгарии платные, а море прохладнее. Путевку на Кипр примерно на 9 дней. В июне по системе «Все включено» на двоих взрослых. Сейчас можно купить за 95 тысяч рублей, что почти на треть дороже Турции. Зато безопасней, да и климат мягче. Из минусов отдыха на Кипре платить придется в евро. Хорошо, что сейчас его курс относительно к рублю упал. Аналогичная по условиям путевка в Тунис обойдется примерно в 120 тысяч рублей. Туристам гарантируют безопасность. Но по оценкам экспертов, в стране по-прежнему не очень спокойно и сохраняется вероятность терактов. Тур в Грецию стоит от 110 тысяч. За тот же All-Inclusive плюс оформление визы. Около 4 тысяч на человека. И, скорее всего, если Шенгена у вас нет, купить Турх со скидкой по раннему бронированию уже не удастся. Кроме того, бывалые туристы в Греции пакет «Все включено» брать не рекомендуют из-за обилия экскурсий и памятников. Пообедать в отеле, скорее всего, не удастся. Оптимальный вариант – только завтраки и машина в аренду. А это дополнительные 12 евро в сутки и расход на бензин. Время студенческих беспорядков в стране прошло. Если хочется полной безопасности и умиротворения, то отправляйтесь на белоснежные пляжи Кубы и Доминиканы. Но за это придется заплатить больше. Путевка на двоих взрослых – минимум 200 тысяч рублей. К тому же придется лететь с пересадкой через Москву. А вот Испания с прямым вылетом из Омска обойдется минимум 130 тысяч рублей. Но без трат на еду. Расходы на питание, экскурсии, а посмотреть в Испании есть на что, доходит до половины стоимости самой путевки. Зато, как говорят опытные туристы, в этой стране можно насладиться и пляжным отдыхом, и полюбоваться красотой европейских городов. Систему «Все включено» предлагают и в Крыму, и в Сочи. Если покупать пакетный тур сейчас, можно уложиться в 100 тысяч. Но номера в недорогих отелях весьма скромные. Бассейна, как правило, нет. Да и по отзывам туристов, российский all-inclusive еще далек от зарубежных аналогов. А вот проживание в отеле, например, в Ялтинском интуристе, похожем на турецкий, стоит уже от 170 тысяч рублей. Отправиться на российское побережье Черного моря можно и дикарем. Билеты на самолет туда-обратно обойдутся в 50 тысяч рублей на двоих. Чтобы сэкономить, езжайте на поезде. Плацкарт стоит в два раза дешевле. Вот только дорога займет почти неделю.